Всем привет! Вы слушаете уже теперь первый полноценный официальный выпуск подкаста о разработке ПО и его окрестностях, HDCast. С вами я, КС Даймон, и сегодня в нашей виртуальной студии вновь Андрей. Привет! Да, привет, Костя, очень рад слышать, и спасибо за приглашение. Всем привет, наши слушатели. Вот, но сегодня мы, пожалуй, поговорим немножко о фронтенде, ну и не только. Вот, прошлый выпуск был посвящен у нас в большей части бэкэнду, PHP, конференции, да, много всяких интересных штук посудили. Предлагаю сегодня сместить фокус в сторону фронтенда. Окей, давай, да, потому что, как бы, куда без фронта-то. Да, в наше время-то вот. Как ты сам вообще относишься к фронтенду? Просто есть люди, вот программисты, да, там общаешься, там зовешь на собеседование, которые вот там ярко выраженные, да, бэкэнды. То есть я вот там только PHP, не знаю, я только там, значит, пишу на питоне, и мне никакого дела нет до ваших всяких там джаваскриптов и браузеров, все это неинтересно. Есть кто-то, наоборот, так сказать, только фронтен. Кстати, таких вот общей тенденции, я не знаю, как ты сам вообще считаешь, очень все больше и больше вот встречаю я там резюме, где только фронтен. То есть даже если люди там, у них есть прошлое из PHP, еще с какими-то с бэкэнд-языками, они вот как-то ходят во фронтенд и даже не очень хотят заниматься бэкэндом. Вот, ты что скажешь по этому поводу? Ну, я тут недавно демотиватор видел, очень клевый в тему, значит, там программист, как программисты делают сайты. Вот, значит, он рассказывает, вот, я сделал такой потрясающий, короче, сервис, там авторизация через Facebook, Google, ВКонтакте, сразу там геолокейшнапи подвязывается, потом у меня там, значит, идет еще внешняя авторизация, там комменты у меня там такие, значит, иерархические, все, там сервис бас, там вся вот эта бэкэндовая магия. Ну, я спрашиваю, ну, а что, какой адрес сайта ЛГДА, я этой уевой фигней еще не занимался, не писал интерфейс вообще. Да, забавно. Вот, когда программист делает, значит, сервис, но, что, так и есть. Вот, потому что когда, ну, как направление, бэкэнд, фронтенд, блин, это исторически сложилось такое разделение, да, у нас сейчас архитектура идет трехзвенную. Вот, клиент у нас, ну, веб-это-браузер. И, ну, конечно, очень много людей, которые такие вот многостаночники, и то, и все делают, и пятое, и десятое. Вот, есть люди, которые, да, у них ярко выражен фронтендчик, паканчик. Ну, на самом деле, вот, я себя ловлю на мысль, что когда я проектирую какое-то, ну, делаю, да, какую-то часть сервиса, фичу какую-то, то очень часто я беру и делаю все-таки на фронте. Потому что, вот, у нас фронтенд-программер, он говорит, ну, а как это будет работать? Да, то есть он говорит, ну, окей, я могу сделать, но ты мне скажи, как оно будет работать? Вот, и вот ты ему пытаешься такой на словах объяснить, ну, вот, у тебя там такие-то параметры будут, там такие. А в результате получается, что ты, когда начинаешь это делать, ты какие-то переменные по-другому обзываешь, да, что-то там переделывается, он там тоже начинает что-то делать, получается ерунда. Вот, и, ну, в последнее время уже делаем это таким образом, что готовишь какую-то заготовку фронта, да, чтобы было понятно, как оно работает. А дальше там он уже, значит, все там дотачивает, что называется, всю эту гуевую штуку. Вот, и, ну, как-то действительно проще, ну, это в этом плане, потому что ты знаешь, какие данные, да, ты знаешь, как они у тебя там пойдут, там, в шаблоны и так далее. Вот, то есть, например, там, одну из фич я написал, не знаю, наверное, процентов, может быть, там, 70 от фронтенда. Вот, и потом у нас уже, там, наш верстальщик, там, JS-программер, он уже дотачил, ну, всякие такие стили, там, вот, отображения, там, всякие, там, баги ему осталось, да, вот так. Понятно. Ну, знаешь, тут, собственно, вопрос такой, да, с какой стороны, так сказать, подходить к разработке в целом. То есть, я вот, ну, либо, либо у вас есть четко определенные API взаимодействия, да, то есть, интерфейс взаимодействия, там, фронтенда с бэкэндом, которые заранее, значит, там, четко оговариваются. Говорится, что вот здесь, это самое, значит, будет так-то, здесь такая-то, такой-то формат, но, как показывает практика, обычно этого заранее, в общем, нету. Не, ну, как бы, конечно, в любом случае, команда-разработка, она на то, как бы, командная, что, там, работаем все вместе, вот, и, ну, от этого никуда не уйти. Вот, на самом деле, мне фронтенд, как бы, очень радует, очень радует мне JavaScript, вот, и, что на нем можно делать всякие, там, потрясающие штуки, вот, то есть, как он сейчас, там, говорится, переживает ренессанс, да, что можно кучу народу начинать на нем писать, то есть, вплоть до того даже, что у нас, там, один чувак, пришел, вот, и открыл замечательную штуку Asm.js, вот, то есть, ну, что можно, там, писать какие-то оптимизации, конечно, там их только Firefox поддерживает, там, какой-то Night Build. Ну, ты знаешь, мне кажется, оно, вот, как бы, да, Asm, это подможество, которое вот так вот просто руками ты, конечно, не напишешь, да, это в любом случае как-то надо с какими-то утилитами, там, толзами делать, просто из коробки вот такие штуки, мне кажется, знаешь, что это все-таки какие-то такие больше, ну, не то, что, там, научные, но какие-то теоретические изыскания, вот, отображение, там, возможно, показ того, что такое возможно, вот, смотрите, какой он быстрый, но практическое использование таких штук я вот так прям сходу, честно говоря, особо не вижу. Слушай, всякие игрушки там браузерные. Ну, вот, вот, да, да, опять-таки, да, если, только если это использовать, как где-то, там, вот, там, компиляция, да, там, так сказать, вот, что там этот, Банана Бретт или как там эта штука, ну, Мазиловские все, все вот эти кракеновские приколы, когда там все это компилиция, да, это, конечно, красиво, здорово, в принципе, ну, классно на это все посмотреть. Я имею в виду, что вот в таких обычных проектах, такие штуки, я имею в виду, в клиентских приложениях, да, где гнаться за такими вещами, ну, как-то, не знаю, мне кажется, сложно. Нет, ну, понятно, что это какие-то доточки уже какие-то конкретные, вот, я говорю, например, в играх, там, какой-нибудь, я не знаю, там, рендеринг или еще что-то такое, вот, какие-то расчеты, а так их просто так, ну, и не используешь, естественно. Ну, да, да, да. Да. Ты, кстати, как вообще вот считаешь, что вообще тонкий клиент, вот эти повсеместно везде, внедряемые повсюду, как они будут жить по отношению к дескопным приложениям? Ну, такой холиварный вопрос, но просто интересно узнать твое мнение. Ну, в смысле, тонкий клиент, что именно ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду не тонкий клиент, скорее именно веб-приложения, как... А, вот эти я, которые... Да, да, Rich Internet Applications и все, что с этим связано. Да, слушай, я думаю, будут они прекрасно жить и зарабатывать кучу денег, потому что это реально круто. То есть это, по сути дела, перенос вычислений, вот там вот модель мейнфреймов, да, которая там была сто лет назад, она сейчас вот возвращается. Что у нас все вычисления живут на серверах, там мы разрабатываем на виртуалках, да, все тестируем. Там потом в продакшене это тоже все в облаках там витает, значит, в мазоловских, на EC2. Ну, конечно, это тоже не везде. То есть не для всего. Если у тебя реально это веб-приложение, да, то есть у тебя не сайт, это именно какое-то веб-приложение, там какая-нибудь CRM-система. Да, как она живет, она прекрасно будет жить, там какой-нибудь Bittrex 24, там, я не знаю. Вполне себе, а почему нет? Вот, если это удобно, если это продается и как бы кому-то это надо, кто-то готов за это платить, вот, то да. Да, ну, сейчас как бы производители, они стараются снижать цены, то есть чтобы это было выгодно. Вот, потому что проще контролировать вот такое решение, да. Ну, мне тоже кажется, что, в общем, все больше и больше у них плюсов появляется, чем минусов, да, по отношению, там, чем 10 лет назад, условно говоря. Если раньше там что, ну, сайт, да, толком ничего делать не может, ни с чем взаимодействовать нет. Сейчас, пожалуйста, тебе и WebRTC, да, там, и видео, аудио, и передача файлов, он, там, Photoshop полностью на клиентской стороне. Это же просто, да. За другой стороны, поддержка и обновление данного решения, соответственно, ну, упрощается в разы. Не надо, там, думать, у кого чего-то выкатил новую версию, все. Даже если она стоит где-то у заказчика, да, в любом случае это какой-то централизованной установки, которые есть люди, которые их там обслуживают, а не конечная пульская, когда стоит на каждом компьютере. Ну, ну, конечно, вот обновление, это реально удобно. Это, блин, ты выкатил, и оно обновилось. Понимаешь, не надо бегать там, знать, ой, у меня такая-то версия, сто лет мне обновлялся, там, и поддерживать. То есть, в плане поддержки это легче. Вот, единственное, это, ну, больше требование к мощностям все-таки. То есть, тут, опять же, вычисление на сервере, значит, сервера должны все дотянуть. Ну, мне кажется, знаешь, вот, с точки зрения как раз-таки процессорной мощности, сейчас с этим вообще особо нет проблем. Ну, опять, как-то нет проблем. Если говорить про интернет-решение, то проблем нет, да, потому что, ну, какое бы там ни было интернет-решение, в любом случае это, там, большая компания, которая может себе позволить там поставить много-много-много ядерные сервера и целые, там, платформы собрать. Вот, если говорить, конечно, про какие-нибудь такие сервисы, которые простым пользователям доступны, ну, не знаю, там, да и все, что угодно, любая там, почта, твиттеры, да, конечно, тут все сложнее, но тут уже придется как-то все это масштабировать. Но это, опять-таки, наверное, больше вопрос там уже архитектуры именно приложений, нежели там дефицита каких-то ресурсов в виде там памяти или процессоров. Нет, ну, естественно, приложение должно масштабироваться. Но тоже вот вопрос масштабирования, он такой вот популярный. Сейчас вот два такие басворд, да, как их называют, это, значит, облако. У нас все должно быть в облаке, пипец, как сразу, да, если у нас даже сайт с двумя там человеками введения, то надо в облаке держать. И у нас все должно масштабироваться. Вот, мы ожидаем, что у нас будет сто тысяч пятьсот человек завтра, и надо, чтобы все масштабироваться. Хотя, по факту, их может и не быть, да, и очень много ресурсов тратится на вот создание масштабируемого решения. То есть тут, ну, такая палка о двух концах. Ну, это, знаешь, это хороший поговорок. Я забыл о кого-то, что преждевременная оптимизация – это изывил, да, это… Да, при всех зол. Вот, да-да-да-да-да. То есть это вот как раз-таки из этой области, когда тоже там, знаешь, на всяких конференциях вот тоже, да, встречаются люди, которые там говорят, а вот мы там, значит, делаем стартап, и вот как бы нам сразу так сделать, потому что мы ожидаем, что будет там миллиард-миллиард просто пользователей одновременных, поэтому, ну, MySQL нам никакой, ну, никак не подойдет, значит, обязательно там Монго что-нибудь, обязательно там, чтобы это все горизонтально масштабировалось, иначе, ну, просто не выживем. Я просто неоднократно, вот, кстати, опять-таки, там, да, на собеседнии приходят люди, ну, спрашиваешь, а где, чего? Говорят, ну, вот там проектировали, проектировали, ну, так все, так все завернули, но, ах, не взлетел, проект закрыли. Ну, ладно, собственно, в моем приложении, да, вот тонкие приложения такие, rich internet applications, да, а общение, собственно, есть центральное, да, безусловно, место, где все это хостится, живет, там, базы, и вот общение, клиент-серверное в данном случае взаимодействие, да, вот давай поговорим немножко об этом. Давай. Как ты вообще, какие, так сказать, предпочитаешь способы общения, ну, там, не знаю, JSON, да, XML, RPC, SOAP, вот, Enterprise, такие эти штуки? Слушай, ну, на самом деле, я, как бы, с разными технологиями работал, вот, и в плане, там, RPC, ну, последнее, что мне понравилось, это вот веб-сокеты, то есть, когда у тебя есть один коннект до клиента, и ты с ним спокойно, значит, работаешь. Ну, да, это, в общем, конечно, сокеты когда-то, они были только, это самое, мы могли о них только мечтать, я помню те времена, когда, веб-сокеты, там, да, Google Gears, там появилось, которые, а, ну, какие-то такие технологии, вот, а тут сейчас, пожалуйста, почти все современные браузеры поддерживают из коробки, вот, так что, конечно, штука классная, но и внутри сокетов, конечно, мне кажется, уже де-факто, стандарт в, там, в интернете, не знаю, да, это все-таки JSON, вот, хотя, конечно, в интерпрайзе все-таки XML, ну, и скорее все-таки, наверное, SOP, которые, там, с VSDL как-то связываются, да, тоже очень популярны и не теряют, в общем-то, своих позиций. Слушай, ну, я, на самом деле, противник XML, потому что уж больно много лишней информации передается, вот, понятно, да, что там в интерпрайзе много всяких штук, которые великолепно партят, но с JSON ведь ситуация не хуже, то есть JSON, он, как бы, более экономичен в плане трафика, вот, и мне он в этом плане нравится гораздо лучше, я уже не говорю про всякие битовые протоколы, да, по этого протокола. Ну, да, 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 но тут, знаешь, вот, как раз-таки буквально на днях тоже общался с одним человеком, спросил у него, говорю, ну, а вот он разрабатывал некий сервис, тоже там API делал, точнее, как раз-таки в команде API было, ну, и, говорю, что вы, там, XML, JSON, чего делали? Он говорит, ну, мы не стали ничего придумывать, взяли, вот, значит, WSDL-ку, и все было прекрасно. При этом бэкэнд на PHP, вот, я, там, значит, порадовался, мы посмеялись на тему того, как из PHP работать с OOP-ом вообще, и, там, с всякими сложными WSDL-ами в частности, что там, конечно, граблей было много-много-много, но не в этом суть, я говорю, а почему, почему, да, вот, почему там ни XML, ой, ни JSON, это же так быстро, так же легко, и просто все понятно. И, в принципе, вот, его точка зрения заключалась в том, что, поскольку этот API надо, да, отдавать кому-то наружу, кто будет с ним взаимодействовать, в случае XML-RPC, либо, там, не знаю, JSON-RPC, да, надо еще поддерживать документацию, чтобы описывать как, что, чего. В случае SOPA, там, WSDL, да, у тебя просто отдаешь человеку наружу WSDL, там сразу видны все сервисы, все endpoints, какие параметры, типы, что может возвращать, что не может. То есть, сам WSDL уже является полноценным описанием работы с сервисом. Вот, вот такая его точка зрения была. Ну, и, в общем, мне кажется, в этом есть, есть, правда, вот. Хотя мне, конечно, тоже JSON нравится больше, он просто понятнее, удобнее, так сказать, human-readable, что называется. Не, ну, вообще, для той же Symfony есть совершенно замечательный этот, не имею, документ, doc-bundle, да, который позволяет писать очень симпатичное описание API. То есть, вот я недавно как раз писал API, JSON, как раз-таки, JSON API, и все очень красиво. То есть, раз отдаешь фронтендеру ссылочку, там, API, doc, он смотрит, читает, ага, вот такой вызов, вот такие параметры. То есть, вот, ну, все есть. И причем пишется это вот элементарнейшими doc-блоками. Вот, единственное, тоже без граблей не обошлось. Вот, в плане, что там я сначала не воткнул, как делать вложенные ресурсы. Вот, потому что там есть некое соглашение, которое не описано в документации. Ну, это вот, это да, это, к сожалению, так сказать, многие документации страдают. Вроде как все в общем написано, а когда доходишь до каких-то тонкостей, и даже в официальной документации нет, то есть, приходится куда-то лезть, копать, это, конечно, но это, мне кажется, общая такая, знаешь, беда такая. Ложки дегтя, ну, в некоторых случаях половники. В некоторых даже не один половник. Не, ну, просто вот меня изумило, что вот такой весь из себя красивый бандл, все удобно, все классно, прям все шикарно. И то, что мне нужно было в вложенный ресурс, он, да, мы поддерживаем там документацию, все, пожалуйста, а, ну, как бы, примеры не было разобраны конкретно вложенного ресурса. Вот, и как-то у меня вот все это не просто прошло, но потом, да, вот в результате все получилось, и прям очень-очень красивая документация получается там. Светом даже отмечены деструктивные запросы там, и демпатентные запросы тоже все так, прям видно, заходишь. Вот красота, да, когда красивая документация, прям вот хочется работать. Вот, особенно если работает так, как там написано. Да, это особенно приятно, когда, да, продукт работает так, как описано, как хочется, как ожидаешь. Возвращаю тебе там, дай, окей. Шутка есть в компании такая, значит, ну, начинаем писать какую-нибудь фигню, и меня там фронтендер спрашивает, говорит, а что, как сервер там мне отвечать будет? Вот, как в тот раз, дай, окей. Говорю, не, не, мы тебе сейчас коды возврата все сделаем, http-код сделаем, все, значит, error-месседжи напишем, ты только не забивай на них, пожалуйста, как в тот раз. Ну и у вас там все, в общем, это самое тоже, так сказать, там, put, post, delete, get и все как положено, с правильными ответами, статусами, да? Не побоюсь этого слова, патчи даже. Даже патчи? Ну, нифига себе. Да, ну, вот это, кстати, знаешь, всякие, опять-таки, к вопросу, да, о фронтенде, вот там, backbone и прочие такие библиотеки, все-таки вот, мне кажется, они, их появление, это просто очень здорово. Это, конечно, не серебряная пуля какая-то, там тоже надо много все писать, но насколько они вот удобно позволяют упростить вот такие базовые, базовые, как бы, вещи, на которых строится любое приложение, насколько они упрощаются, вот этот подход, да, когда у тебя есть четкое понятие модели, не надо придумывать, как, куда, с кем там оно что будет там взаимодействовать, как, чего, то есть все разобрано по кирпичикам, и вот я просто тоже, в общем, мы у себя юзаем всякие такие штуки, прям, я вспоминаю раньше времена, когда ничего этого не было, когда там сам что-то городил, огороды, да, вот когда, вот там, помнишь, тоже, наверняка, это время, там появилось jQuery, все там это, а, вот это все, и больше, как бы, ничего для счастья не надо, да, то есть все, jQuery наш манна небесная, вот, а сейчас, ну да, это библиотека, там, для работы с домом, все, а вот всякие уже приложения, насколько они стали серьезнее и сложнее, уже, конечно, просто так, правильного, легкого общения с домом мало, уже нужно нечто большее. Нет, ты понимаешь, это еще, как бы, стандартизация, унификация, то, вот, как бы, что меня научник все время учил, не надо делать бардак, просто если ты будешь городить свои огороды, у тебя будут какие-то свои огороды, да, и, ну, понятно, что все там проходят через написание, там, своего движка, своего CMS, там, своего фреймворка, и не дай бог, вот, ну, это, ну, это опыт, вот, что, а когда у тебя есть бэкбон, ведь в чем смысл основной бэкбона, ну, вот, по крайней мере, для меня, там, с фронтендером мы общались, вот, он получил данные, и куда он их девает? Да и никуда он их не девает, как-то там раз, что-то проверил, и все, и потом он их фиг найдет, а то есть модель, да, есть протокол общения, есть, не побольше этого слова, API, да, и есть модели на клиенте, есть модели на сервере, это просто прекрасно, да, опять же, нужно правильно все это уложить вот в эту модель, то есть, в принципе, оно все, как бы, укладывается более-менее, то есть, ну, по крайней мере, на серверной стороне есть модели, ну, ресурсы, да, вложенные ресурсы, там, действия с ними, вот эти вот, там, крут, плюс, там, патч, ну, по сути, апдейт, да, там, сейф там. Ну, да. Вновления, всякие еще линки есть, совершенно замечательные, вот, и есть на клиенте тоже, и мы знаем, как клиент общается с сервером, мы знаем, какие запросы, понимаешь, это предсказуемость, то есть, у меня вот в одном из проектов, прошлых, все это было настолько четко сделано, что, если на сайте появилась ошибка, я знал уже, вот, не глядя в код, я уже знал, в каком файле, примерно на какой строчке она закрылась, понимаешь, потому что все было вот так вот стандартизировано, очень четко, и это очень важно, потому что потом это упрощает, отладку упрощает, упрощает дальнейшую разработку, но это, блин, вот реально это экономит кучу сил, и поэтому я не очень люблю всякие костыли, да, когда приходится там делать по каким-то причинам, и тащить какой-то там старый код, коляску, но все равно, вот, как-то я пытаюсь вот в рамки впихнуть все это, чтобы оно как-то стандартно работало, Ну, да, да, вот это как бы стандартизация, все-таки штука не зря была придумана, и вообще такой термин, что все-таки вот когда четкое понимание взаимодействия, все разложено по полочкам, этим очень приятно, удобно пользоваться, вот, то есть, что еще может, надо для счастья, что называется. Фетериальный прочее, даже вот в agile, вот мне тут видео недавно дали, очень прикольно называется, значит, типа, коротко об agile, да, и там, прям вот все доступно изложено, и там вот был, в частности, такой пункт, что команда инвестирует значительное время в, как раз-таки, в рефакторинг, в стандартизацию своих решений, дабы им потом было проще работать, то есть, чтобы, ну, банально не накапливать технический долг, это очень важно. Да, да, я согласен, что, когда, вот, нету времени, знаешь, ну, вот, конечно, общая, наверное, все-таки такая там в интерпрайсе, да, всегда там сжатые сроки, но все-таки умудряться, вот, несмотря на что, находить там силы и время на рефакторинг, ну, в том плане, чтобы хотя бы, да, приводить его к какому-то такому стройному виду, все-таки потихонечку где-то там переходить на какие-то новые технологии, там, отказываться от старых граблей, особенно если проект там такой долгоиграющий, да, и у него там есть версии, то есть релизы, он живет, развивается, то рано или поздно это все-таки, мне кажется, силы затраченные на вот этот переход, да, они оправдывают, так сказать, результат все-таки в дальнейшем, то есть это все-таки инвестиции в будущий проект, потому что рано или поздно, если это все накапливается, накапливается, то в какой-то момент, мне кажется, это время затрачиваемое на поддержку, оно превышает время на развитие и дальнейшую, так сказать, разработку. Да, или все падает начинает, цепочки. Ну да, или так. Ну, еще, кстати, знаешь, вспомнил какой момент, что вопрос, да, там, когда модель, вот, да, ты говоришь, там, модель есть на бэкэнде, такая же модель есть на фронтэнде, вот, это здорово, еще бы, вот, чего не хватает, знаешь, если бы еще эта модель была в единичном, то есть, экземпляре в единственном, то есть, допустим, она там из бэкэнда автоматом собиралась, там, отдавалась на фронтэнд, чтобы не надо было там где-то дублировать как-то, вот это было бы вообще, конечно, прекрасно. А, ты про моббинг? Ну, так теоретически ее можно собирать, вот, то есть, определять, ну, она же есть у нас на сервере, да, то есть, мы когда загружаем, мы в бэкбоне определяем вот эти модели, и теоретически мы можем просто брать и определять ее на основе серверной той модели. Ну, это да, да, ну, безусловно, это там базовые вещи, типа там банальные атрибуты, состав атрибутов, это, конечно, просто все делать, но тут же вот смотреть там, да, если говорить, опять-таки взять наш любимый с тобой там Symfony и бэкбон, судя по всему, тоже, вот, то вот там валидация форм, да, вот у тебя в Symfony прекрасно написаны валидации, они там делаются, как было бы здорово, если бы ты смог бы их же также прозрачно именно из Symfony отправить на, фронтенд, и чтобы не приходилось там писать их заново, да, потому что, ну, здорово, когда у тебя есть валидация не только на бэкэнде, но и на фронте, чтобы человек там вел неправильный айпишник, ну, зачем отсылать запрос ради того, чтобы убедиться, что он там вел 357, да, вместо актета. Ну, да. Вот, но вот этих вещей пока что нету, нету, к сожалению, конечно, но, может быть, в будущем что-то и появится, потому что вон есть там, как он, Yeoman, или, да, вот этот проект из Пола Айриша и Company, вот, они там уже, значит, ну, они, правда, конечно, полностью сосредоточены на JavaScript, да, но, тем не менее, как у них там на Гранте, уже готовые Baylor Play, значит, для фронта, бэкэнда, все там мапится туда-сюда, я думаю, что с таким развитием, может быть, мы и что-нибудь на нашей улице праздник будет. Его превалит с очередным обновлением. Да, 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 но еще к вопросу про приложение, как ты вот вообще знаешь, какие подходы к интернационализации, локализации приложения, вот такое тоже, мне кажется, в наше время стал вопрос, ну, достаточно актуальным, потому что многие сервисы, особенно если они популярны, то интернет все-таки такое место, где люди разных национальностей, языков, все как бы входят на разные сайты, и, конечно, приложение все-таки должно быть локализовано. Как ты смотришь на это дело? Здравствуйте, Никита, ненавижу расизм и негров. Ну, по поводу локализации, я сейчас вспомню почему-то табличку, ой, не табличку, а методы локализации, доктрины, второй тоже, первый был, там вот есть как раз behaviors, да, так называемый, там вот есть различные как раз варианты локализации, локализации, если что касается сервера, да, доктринный интернационализейшн. Ну да, они там транслятор, сервис-транслятор у них, их там, и все такое. Да-да-да, то есть как в одной табличке мы храним атрибуто, в нескольких табличках и так далее, ну, а как бы в чем вопрос, надо делать или не надо, как хранить, или как хранить константы, и ты, вот вообще, ты про что сейчас, ты про локализацию интерфейса, или про локализацию данных? Но с данными-то, конечно, все сложнее, вот, я, честно говоря, не уверен, что вот данные настолько надо сильно локализовывать, потому что если, ну, опять, конечно, данные разные бывают, но тем не менее, так по большей части, если я там ввел фамилию свою по-русски, ну, конечно, наверное, хорошо какому-нибудь там англичанину показать мою фамилию на английском, а если я написал текст о себе, чтобы его автоматом переводить, это уже мы, как бы, мне кажется, сейчас можем так углубиться куда-то далеко. Все-таки, наверное, больше именно про интерфейс, про, все-таки, про внешний вид, чтобы он был понятен пользователю конечному. Вот, наверное, про это все-таки больше. Слушай, ну, а про интерфейс, там, по-моему, все великолепно хранится в этих, ну, с гет-текстом можно локализовать, прекрасно. Там у него, если я не ошибаюсь, по файлу есть. Да, по файлу, из которых потом можно гениться. Мы, кстати, тут тоже у нас буквально на работе, не очень давно был такой небольшой холиварчик на тему того, как же локализовывать. То есть, первым приближением там товарищ, ну, молодой, так сказать, наш боец, ну, прочитал, чего, документацию по Symfony, вот там, значит, эти translations, да, messages в UML, вот тебе ключ, двоеточие значения, вот там файлы, тут ru, там, en, да, там, не знаю, какие надо. Это все красиво, вот все так просто, инжектим, значит, локаль там из сессии, и все работает, вот. Встал вопрос, типа, там, про GitText, что у GitText, значит, там, преимущество, потому что удобнее его, во-первых, поддерживать, да, потому что куча есть сторонних, там, утилит, которые позволяют тебе эти пошки править, вот, и так далее. Вот это, кстати, реально один из решающих факторов, что ты можешь отдать интерфейсный перевод, его переведут, и потом только откорректировать, там, уже на самом сайте. Ну, не в продакшене имеется, да, вот, в контексте. Ну, я понимаю, да, потому что, конечно, перевод в вакууме, он все-таки, ну, не всегда на 100% будет подходить под реальность, да, опять-таки надо знать контекст, безусловно, вот, ну, ну, да, ну, хотя, знаешь, ну, не знаю, вот в простом приближении я не вижу особых проблем, мы, честно говоря, в EML файлах, потому что, ну, ключ, двоеточие значение, ключ, двоеточие значение, ну, ну, господи, неудобно править в текстовом файле, ну, возьми его там, не знаю, как CSV выгрузи в Excel, да, в виде, в отдельных ячеек, чтобы у тебя все было, вот, тебе так же править на здоровье, почему нет? Ну, как бы, в принципе, да, просто тут вопрос, опять же, об инструментах, вот, у меня был какой-то по-эдитору, я уж не помню, там великолепно все правилось, естественно, можно и, да, через CSV Excel, да, по-эдит, собственно, да, тоже самая, open-source утилитка, под все платформы, я тоже, в общем, ее в свое время юзал, вот, ну, да, удобно, открыл сразу там, русский, английский раз, добавил, все красиво сохранил, вот, ну, что ж, мне кажется, ничего мы так пообщались на тему фронтенда, да, обсудили какие-то основные темы, ну, вот, я думаю, что, фронтенду быть, фронтенду быть, да, без него никуда, вот, будет развиваться и дальше, ну, на самом деле, вот, знаешь, я бы как, можно сказать, отрезюмировал нашу беседу, что, если раньше у нас вот между фронтендом и бэкэндом был полный бардак, да, то есть какие-то вызовы, все, все, знаешь, непонятно, что передается, то сейчас все-таки меня радует тенденция, намечается, это меньше, бардака становится меньше, то есть намечается некий порядок, и по большому счету, ну, не так важно, как это будет, да, важно, что оно будет, и оно будет как бы одинаковое, что какой-то порядок взаимодействия будет, если есть варианты, да, это же отлично, вот, но главное, чтобы вот не было хаоса, потому что я вообще противник хаоса и бардака, вот, и когда у нас есть веб-приложение, да, то это особенно важно, когда ты делаешь какую-то одну фичу, да, оно у тебя работает так, ты делаешь следующую фичу, и оно у тебя, ну, взаимодействует так же, и у тебя начинают фичи работать предсказуемо, то есть это меньше поле для багов, вот как-то так. Ну, да, я с тобой полностью согласен, добавить нечего, поэтому думаю, давай на этом закончим, так что спасибо, что пришел, было приятно пообщаться, вот, поэтому, что, всем пока, до новых встреч, всем счастливо в нашем SD-подкасте, да, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...